Дайджест недвижимости Портал уточняет, что в рейтинг не попала недвижимость элитного сегмента. В целом по России прирост стоимости как квадратного метра, так и квартиры в целом зафиксирован лишь в 20 из 69 городов. В лидерах списка Сочи, Хабаровск, Ленинградская область, Курган и Санкт-Петербург. В число регионов, где жилье подешевело значительнее всего, помимо Кирова вошли набережные Челны, Нижний Тагил, Махачкала и Тверь. Дайджест недвижимости Жители Кировской области задолжали за коммунальные услуги более 5 миллиардов рублей. Безнадежная задолженность кировчан перед организациями ЖКХ достигла 105 миллионов. Об этом сообщает Кировстат, подводя итоги за три квартала уходящего года. Как отмечают в ведомстве, долги населения на сегодня сопоставимы с размером начислений за коммуналку за три месяца. При этом абсолютное большинство кировчан исправно оплачивают коммунальные услуги, отмечает Девятка.ру. С января по сентябрь уровень платежей населения по всем услугам ЖКХ составил почти 96%. В целом жители региона заплатили коммунальщикам около 14 миллиардов рублей. Дайджест недвижимости Далее информация от наших партнеров. Первый дом на месте Крина появится уже в следующем году. Всего в новом микрорайоне построят три девятиэтажки. Их возводит фирма «Маяковская». Несмотря на плотность застройки городского центра, у кировчан не возникнет проблем с парковками, обещают в компании. Их будет даже больше, чем положено по нормативу. Решает «Маяковская» и одну из главных проблем Кирова – нехватку мест в детских садах. Фирма безвозмездно передаст в муниципальную собственность помещение в одном из домов комплекса под детский сад. Договоры долевого участия в строительстве дома по улице Карла Маркса, 18А, с кировчанами фирма «Маяковская» уже заключает, рассказал ее директор Дмитрий Сергеев. Та отличительная черта, которая у нас есть, она в этих домах все равно будет присутствовать. Это будут дома новой планировки, которые мы еще ранее не представляли для жителей города Кирова. Но традиции, какая-то своя вот изюминка в них будет присутствовать. Это кирпич, это высота потолков, это удобство планировки, это фасады. Традиционно мы заключаем договоры в квартирах в чистовой отделке с высотой потолков 2,70. А дальше уже работаем с каждым инвестором, с каждым дольщиком индивидуально. И пожелания его, конечно же, в процессе строительства будут учтены. Отмечу, компания «Маяковская» ни разу за свою 20-летнюю историю не срывала сроков сдачи объектов. Первую секцию нового жилого дома на Карла Маркса, 18А, планируют ввести в эксплуатацию к концу следующего года. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.